Ну, вода течет, по крайней мере, все лето подтекало, здесь постоянно вода течет. Что закололится? Ну, наверное, здесь питьевая вода, здесь колонка, по всей видимости, я даже не скажу, что закололится. А вот так интенсивно давно она течет? Течет она, я говорю, все лето подтекает, а интенсивно началось с 24, это прям, вот именно вот так, с 24 числа. А вы куда-нибудь обращались? У меня муж звонил в администрацию Ленинского района, в областную администрацию, ему сказали, звоните в единую диспетчерскую службу. Он позвонил, сказали, да, заявка еще по данному факту была принята 24 числа, выезжал сотрудник, кстати, мы в это время ходили в магазины и на самом деле видели, что стоит машина, она вот здесь просто стояла и уехала. То есть по всей видимости такое ощущение, что даже не подходили. И сказали, что на данный момент устранить сразу нет возможности. И все, и уехали. У меня муж говорит, и что теперь делать? Ждите, вы на очереди где-то почти сотый. Ждите. И все. Он говорит, а как нам? Вы посмотрите, приехайте, посмотрите. Ничего не можем поделать. И вот на протяжении вот до сегодняшнего дня мы постоянно звоним, постоянно такие ответы. Теперь на данный момент где-то в 20-х числах мы на очереди. И вода вот продолжает течь. А вот говорите, она летом потекает? Летом потекал, да. А вот здесь типа болото образовалось. И вот она здесь постоянно. Иногда и течет вот по этой трубе и вот в дачные массивы. И вот она вся течет. Вот сейчас проедемся, я могу показать, там вообще мрак. Там тем более подстанция затапливается, от которой питается пол поливановки. Под дом льет? Сливная яма у меня вот, 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 вот. А тут у меня сливная яма и она вот туда уходит. И у меня в доме плюх, плюх, плюх. Мы вообще тоже плывем. Сейчас прямо вот плюх, плюх? Прям плюх, плюх, плюх. Она течет со вчерашнего дня. Или вчера, или позавчера начала течь, а я не видела. Позвонят, вашу заявку приняли. Музыка проиграет, а у нас сейчас у всех сотов. Простите, сейчас это все деньги стоит. Правильно? Если было бесплатно, я бы им звонила с утра. Ну, речка-то вот пошла, а течет года два. А тут течет всегда. Там течет, она текла потихонечку. А теперь все везде. У нас вот вы, если ехали по дороге, видели там на Ровенской какие колдобины? К нам не доехать. Здесь вот тупиковая улица, не пройти, не проехать. То есть здесь вот люди живут оторванные. Ну, у меня вот сын, машина своя, я могу меня, он как бы сказать, он меня может отвезти, привезти. Тут пенсионеры, им 80 с лишним лет. Ну, мне она сейчас воду носит. И вот в это. Я и из дома ношу воду. Из дома носят воду. То есть колонки не работают, зато вот из колодца течет? Постоянно течет. Постоянно. Я могу прямо график составить, когда начинает здесь течь вода. И у нас получается, там течет вода, здесь течет вода. Нам не пройти и прыгаем, как эти козы на старости лет. Вот смотрите, иду, и пою, и провалить здесь вообще мрача. Вообще невозможно ходить. Вот яма, посмотрите. То есть кто-то шел, по всей видимости провалился. Вот наша дорога, смотрите. Проезжала машина, провалилась вон там, в Итасе или КамАЗом. Ну, а вода течет все. Узуналить уже где-то с метра. Даже если не больше. Это вот дорожка, которую вы должны пройти, да? Да, да. Я даже прямо боюсь перешагировать. Вот так. Вот оторваны. Вот смотрите, полностью затопило. Вчера, позавчера приезжал, он и качал прям мотором. Здесь вообще полностью, у него прям там вода была. Да, вот дорога, да. Вот здесь вот полностью все затопило нас. Сейчас еще подморозила. Так, куда я везу сапог? Ничего себе. Мои соседи так, по всей видимости, сейчас съехали. Потому что девочка ходит в школу, их вообще полностью прям затопило. То есть машина встала. Туда пройти вообще невозможно. Но они вечером приходят, смотрят, что здесь. Вот смотрите, сосед вчера ехал с работы домой. Вот застрял, прям здесь вообще кошмар. То есть он пытался, пытался, сам провалился, набрал полные сапоги. И все, по всей видимости, до весны. Вот так вот на данный момент мы мучаемся, живем. Так что просим, пожалуйста, примите какие-нибудь меры и помогите нам. Мы тоже здесь, в принципе, люди. А то нам невозможно не ходить, ничего. А весной вообще будет мрак. Начнет таять. Нас вообще здесь затопит. А здесь вот с ребенком люди живут. Маленькие вообще ребенка, маленький ребенок. А там вот девочка в школу ходит. Так что, пожалуйста, примите какие-нибудь меры. Кто-то должен за это, в принципе, и ответить. Маленькие.